Что вы знаете о Великой Северной Традиции и Шерстенникове? Насколько можно доверять? Всем доброе утро! Что касается Великой Северной Традиции, таких традиций северных было достаточно много. То есть Север – большой регион, и в каждом регионе было какое-то крупное поселение, и там была какая-то своя традиция. Традиция связана с духовными практиками, с образом жизни, со строительством домов, устройством быта. Именно про этого человека я ничего не знаю, посмотрю. Я слышал про северные традиции, причем не про одну. Дело в том, что раньше люди жили городами небольшими, 10 тысяч жителей были города, и в каждом регионе было что-то свое. То есть была какая-то своя традиция работы с техниками, например, духовными психическими техниками. Например, была традиция, где ту часть населения вели по большей степени, например, маги воды. То есть они традицию давали через свое знание. В другом месте – маги земли, в другом – маги огня. Считалось, что у князя, князя охраняли, там был полный спектр магов, то есть и огня, и воды, и земли, и воздуха. И, соответственно, как бы там было некое равновесие. То есть традиция была постоянной, то что говорилось, как говорилось, что это. Потому что князь, когда он вел ту или иную политику, он опирался во многом на мудрых жрецов. Потому что многие вопросы, они просто на хозяйственном бытовом уровне, сейчас как называют, политическом, не решаются. Поэтому используются какие-то основные знания, например, «дущий свет». Но подход к этим знаниям мог быть разным. То есть есть одно и то же знание, но как вы будете его использовать, это вроде как понятие о раздельном питании, то есть или о правильном питании, скажем так. То есть человек, который живет, например, в одном климате, он к нам подходит так, в другом климате по-другому. У тебя огромное билие фруктов, огромные качественные фрукты, это очень просто, денег не хватает, ты набираешь определенную систему, когда и что, и как есть. Появляются определенные праздники, связанные с этим. Праздники непростые, они еще несут задачи и не только духовные, но и социально-бытовые. Северные традиции, насколько я знаю, это более древние традиции, поскольку на севере их лучше сохранили. И поэтому, если посмотреть эту традицию конкретно, в его проявлениях, можно сказать, кто за этой традицией стоит. То есть определенные жрецы славянные, славянно-арийские, они интерпретировали знания битв в те или иные меробряды, в те или иные формы выражения. Я посмотрю обязательно этого человека и, может быть, в следующий раз вам расскажу. Вообще, вещи достаточно интересные, я краем, скажем так, уха этого касался. Вещи интересные. Но вопрос еще, кто традицию дает и как. Потому что сейчас много разных традиций, в том числе китайских, и некоторые, скажем так, представители славянно-арийского рода берут эти традиции и начинают по-своему выдавать это. То есть, вновь раз удивляешься, причем забывают даже про вопросы, касающиеся этики. Любая традиция, в том числе и работа, например, с биополем, сангетика, она основана прежде всего на морально-нравственном начале. Морально-нравственном начале. Если оно забыто, то эти практики могут переводиться в магию. В дальнейшем могут переводиться в серую или в черную магию. Как только уходит этика, за вектором управления технологией начинают включаться уже паразиты. Или темные, как говорят. Северные традиции интересны о многом тем, что северные народы были более здоровы, более живучи и способны на более многое. Разум был более чистый, чувства более чистые. И техники давались такие, которые, может быть, для нашего народа покажутся странными, либо как-то немножко нереальными. В свое время Петерский окружок рассказывал про шиваизм. И он дал такую практику, типа темной ночью уйти в лес, съесть дохлого суслика и не отравиться. Есть в этом, конечно, и шутка, в этом рассказе. Но сам подход какой. Человек мог себе такое позволить. Его здоровье вытягивало, и что-то даже пошло ночью в лес. То есть, с ним ничего не случится. Если он даже седстополу суслика, он не отравится. Человек обладает определенным здоровьем. Северные народы во многом и обладали. Недавно кто-то из знакомых в нашем семейном чате прислал фотографию казака с Алтая. Там было, чем не ошибаюсь, человек семь. И был такой вопрос. Найдите среди них городских алтайцев казахов. И местных. В общем-то, найти их было просто, потому что алтайцы, живущие на природе, выглядели как бутыри. То есть, по два метра, широкие. Не буду говорить, как они были одеты, как и выглядели. Но это были двухметровые бутыри. То есть, на фоне их, городские казахи выглядели какими-то, ну, если не сказать, убогими даже. То есть, на две головы ниже. То есть, зажатые в пиджачки свои, в галстучки. Поэтому многие техники, которые идут в Сибири, с севера, они, может быть, для нас могут показаться и немножко в чем-то тяжеловаты. Для местных они будут нормальными. Это как, например, купание в холодной воде. Для кого-то это шок, а для кого-то это ничего страшного. Ну, залез и залез. И отец мог позволить себе зимой ходить без перчаток, не называться. Такая же была бабушка, и на раз без шапки. При этом он не заболевал. То есть, там сильно еще со стороны отца были выходцы из деревни. То есть, там еще деревенское здоровье, что называется, было. Вот такая сторона. То есть, добавить пока ничего не могу. Я посмотрю традицию, что-то очень интересное вам расскажу. Пока не готов ответить что-то достаточно конкретное. Субтитры создавал DimaTorzok